Скоро Новый год! Иллюстраторы сейчас активно рисуют новогодние открытки, и мы с вами постараемся нарисовать иллюстрацию на новогоднюю тему с подарками. Намешиваем сначала колер для заднего плана. Нам нужно создать такой теплый цвет охры. Увлажняем лист. Бумаги. Начинаем с золотистых оттенков. Задаем тон фона, обходя светлые блики. Фон золотистый выбран не случайно для создания праздничного настроения. Можно взять охру плотнее, и тогда у нас получатся блики более выразительные. Фон дом болен будет 10 минут. Продолжение следует... Уберта реакции. Продолжение следует... Продолжение следует... Убертаisty. Несколько огоньков можно выбрать сухой кисточкой. Шары у нас будут золотые, так что прописываем их тоже сразу. И сразу продолжаем фон за подарками. Нанесли слегка зеленоватый оттенок и оставили подсыхать. Давайте сразу пропишем коробку в центре. Верхняя крышка у коробки будет в тени, поэтому намешиваем темно-фиолетовый цвет. И можно добавить на крышку коробки легкий орнамент. Верхняя коробочка у нас будет золотистого оттенка, поэтому намешиваем окку и желтый. Для теневой стороны я использую смесь с зеленым цветом. Бантик и ленту прописываем нейтрально серым. Продолжим писать коробку справа. Она будет такого серо-сиреневого оттенка. Ленточка на этой коробке будет красного цвета. Поэтому я готовлю красный колер. Это будет освещенная сторона коробочки. Поэтому цвет для этой стороны возьмем светлее. Чтобы написать ленточку к этой коробке, я возьму кисточку потоньше. Аккуратно прохожу по всем участкам бантика. В тенях добавляю темно-красный оттенок. В следующем я напишу еще одну золотую коробочку, которая будет в центре нашей композиции. Верхняя часть будет немножко затемнена. Потому что на нее света попадает не так много. А нижняя наоборот у нас освещена. Поэтому мы ее будем писать светлее. Так как мы писаем набор подарков, поэтому у нас ленточки практически все будут красными. Следующая коробка у нас будет такого же цвета, желтоватого, как верхняя. Это теневая сторона, поэтому все тона будут темнее. А справа у нас освещенная сторона. Обязательно нужно соблюдать вот этот вот грань между светом и тенем. Ленточку не обязательно прописывать, достаточно вот так вот слегка наметить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обязательно учитываем освещение, где у нас идет падающая тень. Указываем. Следующим попробуем написать коробочку слева. Она у нас теплого терракотового оттенка. Сразу можно написать ленту для подарка, она будет темно-шоколадного оттенка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробуем уточнить оттенок. Мы будем писать елку над подарками. Для этого мы намешиваем темно-зеленый оттенок. Лучше намешать погуще, чтобы краски было у нас много. Такими движениями мы формируем ветки на елке. Должно у всех получиться, потому что это несложное движение. Стараемся обходить светлые места. Задоем тон елочке. Где елочка нашелходит в тень, добавим оттенки фиолетового. Можем дописать шары на елке. И теперь мы будем заниматься отрисовкой деталей. Проходим по всем коробочкам и уточняем тон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавим немножко белью. Или можно их смешать немножко с желтой краской. Добавим в композицию немного мелких деталей. При помощи белью могут быть ленточки, бусики всякие. И другие виды украшений. Чтобы наша елочка получилась нарядной и красивой. Также можно усилить блики. Где они особо не нужны. И добавим в картинку немножко волшебства. При помощи той же ленточки. Снимаем защитный скотч и наша работа готова. Рисуйте новогоднюю открытку по этому уроку. Делитесь результатом с хэштегом Артзнания. Лучшие работы обязательно будут отмечены. Спасибо за внимание. До новых творческих встреч.